так сегодня 29 ноября нет 29 октября и приехал я на ветрогон чтобы законсервировать лодку все уже почти сделал всю систему заполнил незамерзающим пропиленгликолем своего белого друга тоже подготовил сейчас грею воду для чего грею воду для того чтобы помыть моторы моторы мне весной не весной летом приезжали специалисты с компании керамик про и покрыли часть лопастей и сапога ноги мотора своим покрытием и пришло время посмотреть как это все повлияло на эксплуатацию легче он отмывается появилась ли там грязь в общем сейчас грею воду чтобы помыть теплой водой обратно чем мы сейчас сделали обезжирили да и клеиваем и одну сторону обработать чем обработает керамик про сколько слоев это гарантирует что вот этот весь налет я потом совершенно легко сниму много керамик про либо просто обычного надо будет интереснее усилий передавать для так как ты хочешь и там да тоже обработать ну вот это все вот этим ограничить для этой ноги визуально чтобы поверхность оставалась идеально ровной такой или если чуть-чуть будет заметно что на ней типа какого-то лака сверху мне пофигу мне главное чтобы все это легко отмывалось тогда без растира то есть мы еще одну лопасть правильно обработать для тестов обработаем одну лопасть составом керамик про строн для того чтобы посмотреть как это повлияет на тех элементах которые несут нагрузку то есть на винте класс ладно то есть это что это как салфетка да и мы просто наносим ее на бригады микрофибра не ругайся могут женщины и дети смотреть там тоже на которые а а у а там а потом это будет располироваться либо не так и останется да то есть поезде если бы это было в машина мы должны были там обеспылить как-то да все вообще максимальной защиты мы не располирован мы оставляем максимальное количество состава на покрытие потому что при располировании все равно небольшое количество состава собирается фиброй слушай анод анод не покрывай ни в коем случае алюминий я не покрыл мне да это очень важно да увидишь до образовывается такая некая пленочка маслянистая которая сейчас за 6 7 часов высохнет эксплуатировать можно будет я думаю через 24 часа уже 24 часа ну ладно выходные попробуем ну конечно все так сделано было относительно мы постарались равномерно не брат ну блески блески есть ну посмотрим вот тот самый как раз как налет о котором я говорил да который всегда кучу проблем составляет и вся проблема в том что это ложится ну вот как раз на самом деле вот эти тоже в лёгенькую полежу предварительно потом защитить а наклейки он поджрет либо нет нет мы просто сделаем другим составом керамик про 9h который используется для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля ну ладно можно все еще раз ящий так как он не находится постоянно под водой будет достаточно керамик про 9h посмотрим но это не сегодня вот я так и да и думаю то есть другими словами ты говоришь о том что сейчас влага туда внутрь древесины поступать не будет а что с ультрафиолетом не будет то есть она держит ультрафиолет железным а за счет чего там миг и кристаллы как я счет диоксида кремния который просто рассеивает до ультрафиолет и он не доходит до дерева обволакивает все ворсинки текстуру защищаемого материала с образует некий саркофаг стеклянный а сколько слоев нужно чтобы ультрафиолет одержал одного достаточно если это сильный состав такой как керамик про строк слушай но и другие со вот я покрыл тремя слоями вот яхтиного лака то есть вот такой картины не будет как на рисунках которые мои дети нарисовали что если бы здесь была предварительно нарисована ручкой какой-то рисунок он бы был закупоренный как будто под слоем лака хорошо все добро спаси вот это надо просушить 6 часов после 12 часов можешь любые эксперименты хоть воду положить все добро так ну вот я надеюсь я найду то старое видео было обработано вот эта часть двигателя и несколько лопастей как вы уже поняли мотору я помыл просто теплой водой без щетки да у этого двигателя по моему была нога обработана и лопасти 2 или 3 кстати видно что вот эта лопасть почти гладенькая чистенькая а это грязненько сейчас мы посмотрим моем их теплой водой без шампуня без всего будет ясно когда вы натирать нас вот видно что на этом вода прям как на каком-то лаки а здесь вода просто растеклась то есть видно что защитная пленка осталась от керамик про вот видно раз два пойдем на том посмотрим так вот одна лопасть ух ты вид болтается ёшкинку вторая лопасть что с ней происходит ничего такого не так моем здесь здесь у нас налет есть ну что замечательно все отмывается как будто его и не было в воде так и эта часть у нас да извини дорогой так а этому сторону не обрабатывали тоже есть налет небольшой но вот тоже видно здесь вода разбегается как будто по какому-то скользкому покрытию а здесь вода растянулась тенкой пленкой здесь покрытия этого не было а да мне еще выдали они на тест пластины вот они они провалялись здесь у меня на солнце здесь фанерка и в общем что с фанеркой я так мая что здесь больше слоев здесь меньше здесь совсем нет ну почти живая это был лист латуни ну собственно я видно что за лето на солнце и на влаги под керамику ничего с латуни не произошло как лак прям и вот лист алюминия алюминия вообще прям девственный как будто под лаком так ну что подсохли от воды еще раз мы просто водой теплый из палубного душа и сейчас еще помыл значит катер всю летость так и стоял мотору не были укрыты я сходил на неделю на волгу на углич там откатался потом стоял потом еще на неделю сходил на медведицу тоже потом стоял и наверно выхода в 5-6 было за лето ну часов 40 наверное моты я прошел вот нога большей степени была опущена в воду то есть мы видели дома тебя здесь был белый налет налет легко смылся просто водой без моющего средства но он смылся и с этой стороны где был просто защитный яхтенный воск но здесь бы я бы уже конечно если мыл бы вот видно он стирается и смывается этот воск его нужно заново наносить а здесь чистоган здесь он лежит как настоящего то есть по идее этого гораздо дольше хватит видно как он наносил губкой следы остались в общем прочное покрытие вот а здесь уже а здесь его нет здесь видно такая как пленка смывается вопрос вон видите грязь такая это воск вместе с грязью снимается то есть если бы сейчас теплой водой с мощным средством бы помыл бы то пришлось бы заново нанести это покрытие его располировать керамик про керамик про заново носить не нужно лежит прям как новенький конечно здесь он с лопастей стерся но она и понятны но на этих лопастях остался вот видно две не обработаны были а две обработаны гладенький как новенький как и ногах видно здесь вот кромочка которую мы обклеивали вот это под воском подумаем вот которым прям масса на пленка видом смывается а эта сторона под керамик про здесь как будто лаком покрыта в общем прочная чертяка ну с другой стороны вот и пластик он не был ничем покрыт уже блестящий то есть если сейчас помою опять воск положил располирует вопрос цены но здесь тоже все в порядке то есть все это по весне помоется тепленькой водичкой опять покроется защитным составом и опять зиму идет до мотору что этому что этому уже по три года до висят они здесь зимой в чехлах сейчас достану чехлы одену и будем встречать новый год все всем добра встретимся на воде